Возложение цветочной корзины как символа памяти и благодарности героям-освободителям. Только в этой братской могиле похоронено свыше 200 солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы несем память о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто воевал в партизанских отрядах, и эта память будет вечной. Мы эту память передаем молодежи, и сегодня мы видим, что с каждым годом на этот митинг-риквиум приходит больше и больше молодых людей, которые достойно, я уверен, пронесут вахту памяти в своей жизни. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений. Слава народу-победителю. Сегодня звучали и слова благодарности в адрес ветеранов. Николай Корнеевич получил офицерское звание уже 18 лет, а в 19 стал командиром батареи реактивных установок прославленных «Катюш». Вспоминает, что обладал невероятной выдержкой. После контузии под Берлином отказался от госпитализации. Поправившись буквально через пару дней, продолжил сражаться за родину. День памяти и скорби для него – особенная дата. И в этот день особенно вспоминаю своих ребят. Ребят, к сожалению, погибло много. Это мероприятие очень хорошо и полезно в смысле воспитания молодежи, подрастающего поколения, в духе патриотизма. Это мероприятие дает большой запал. И тот, кто побывает на таком мероприятии, никогда потом до конца жизни не забудет об этих торжественных и траурных минутах. Патриотическое движение в городе воинской славы организовано на самом высоком уровне. Активная молодежь принимает участие во всех памятных мероприятиях. Эстафету памяти передают и самым юным анапчанам. Владимир Корзаченко на митинг взял с собой дочку Марию. В их семье воевали прадедушка и прабабушка. По его словам, эту страницу истории необходимо открывать детям с самого раннего возраста. Мы хотим чтить эту память в такой страшный день, который начался. А детям нужно передавать, чтобы они тоже их приучать, чтить память о наших бабушек, дедушек. Ровно в 10 утра по традиции была объявлена всекубанская минута молчания. В городе остановилось движение транспорта и работа предприятий. Автомобилисты подали звуковые сигналы. Как символ единения и скорби всех анапчан. Ведь пока жива память о погибших солдатах. Живет и их героический подвиг. Субтитры создавал DimaTorzok